Каково, значит, программа «Каково», которую я веду, я вот это слово «каково» беру, это самое частое. Мне очень понравился ваш концерт в Анапе, так, с корговоркой, где был пустой зал. Что? Ничего, ты думаешь, быстро, быстро, быстро заглоти момент, заглоти момент, заглоти момент, как участницы «Дома-2» заглатывают у любого парня. Заглоти момент. Раз. Не сконцентрируйся. Да, ваш очередной концерт в пустом зале, где был один я. Мне очень понравилось, как вы исполняете песню «Дай мне в рот на подоконнике». Вот это, блядь, это, каково это, каково, и думаю, как он строит предложение, это же, блядь, целое интервью. Каково это, знать, что вы исполнитель чуть выше рангом, чем Майкл Джексон, и при этом быть таким ху**ом, как бы. И смотришь, он говорит, что? Так какая часть из его двадцатиминутного преамбульного вопроса, блядь, ко мне относится? Он похвалил меня или обосрал? Куда нужный вопрос нужно запихать? В самый конец? Надо, у тебя есть два пути. Начать с того, чтобы человек оху**, но тогда ты должен быть уверен, что это атар, что он не оскорбится, например, говорит, каково, блядь, Петросович, скажи мне, сука, кучерявая твоя. Он не должен обидеться на кучерявую твою. Но у тебя нет таких собеседников. У тебя ты называешь стендапера, который в зале собирает трех девушек из Плехановки, которым насильно дали билеты, блядь, ты называешь его талантищем. А ты скажи ему, мне не нравятся твои шутки, блядь, он зарыдает и уйдет, нахуй. То есть люди не терпят, кроме как восторженного отзыва, блядь, разговора. У тебя будут большие проблемы, у тебя именно, с твоей коммуникабельностью, ты должен будешь думать, блядь, ну как сказать про этот ху**ев альбом, блядь, который, сука, стоит только того, чтобы бросить его сюда, блядь, на растопку печи. Ты же должен что-то приятное сказать? Ага, сказать нечего. Тогда ты оставь это на конец интервью, у тебя выхода нет. Потому что вначале, если это, вот была такая в блестящих, 28 состав, была Надя Ручка. Надя Ручка, брюнетка, очень красивая брюнетка. Вот у нее, ну она, кстати, сейчас ей всего 59, выходит на сцену. У нее отменное чувство юмора. Когда я с ней шутил, я знал, что будет, я знал, что будет, она тот же ответит. У Жанны Фриске, покойной моей подруги, да упокоит вседержитель ее душу, было и удивительное чувство юмора. Блядь, тут пошутишь Семенович, про Семенович, ебать, и я грандиозную грудную клетку. Мне 300 человек передали, блядь, что человек, ну, Аня, блядь, разве мы с тобой не друзья и априори не можем потрунивать друг на другом? 300 человек мне передали, что Семенович оскорбилась, а я там ничего такого не говорил, просто обосрал. Ничего, я уже ни у кого шкуха не назвать, блядь. Возьми мою мошонку, поиграй шариками во рту, блядь. Никому не пожелаешь уже проглотить... Ну, даже не оскорбление, а предложение. Да, мой кефир или мацони, говоря по-грузински, нахуй. Проглотите, помажьте его по зубам, по губам, блядь. Уже никому не скажешь, вот времена настали, блядь, буританские, блядь. У тебя было много судов, которые... 27 судов, если быть точным. 26 из которых ты выиграл, я смотрел. Да, 27-й поцеловал руку Али, которая вот-вот, наверное, станет иноагентом, что не делает любовь к ней меньшей, чем есть. А мужа ее, Галкина, он мой друг, хоть он и иноагент. Я вынужден это говорить даже у тебя в подкасте, чтобы у тебя не было проблем. Спасибо. Из уважения к тебе, из любви к тебе, уже любви, а не просто дружбы, скажу. Я обязан присовокуплять это поганое слово иноагент. Мне он не враг, он мой друг, блядь. Меня никто не принудит, нахуй, отказываться от друзей. Не шашаться иноагент, пошли вы нахуй, блядь. Иноагент я выполню ваши условия, но и он был моим другом, есть и будет. Сейчас забрызгает, я продолжу, нахуй. Давай, давай. Знаешь, когда мы снимались с тобой в программе «Мире животных», где животным был я, а ты почему-то миром, когда мы там снимались, я думаю, надо будет ему приличные встречи. Когда мы про подкаст начали договаривать, и ты мне... Я думаю, что это не так, что это не так, что это не так.